Всем привет! У нас новый день, новый влог. Снимаю покупки, что купила. Здесь не показано только у меня яички. Я их 50 с лишним штук взяла. Они там на кухне. Сейчас муж поставить варить. Будем окрошку сегодня в целом. Потом взяли огурцов. Целый пакет. Ванечка, колбаска, да. Потом купили колбаску мясная. Мариночка, подожди. Потом взяла разных печенек. Вот таких вот печенек немножко. Два пакетика. И вот такие вот. Любят они очень печеньки. Поэтому тоже купила. Дальше солененьких огурчиков купили. Морковочка свежая по 40 рублей за килограмм. Потом муж выбрал крупный лук. Мы очень любим крупный лук. И 3 литра молочка. И 3 булки белые. Вот такие вот в целом у нас в покупке. Если что-то забыла. А, зелень еще забыла. Она в холодильнике лежит. Ну и такую, что. Видать, уже папа в холодильник убрал. Поэтому вот такие вот покупочки. Всем привет. У нас сегодня дождик идет на улицу. Погода ужасная. И настроения никакого нет. Курочки наши в загоне сидят. Парник папа все еще не сделал. Потому что он на работу. Ай, господи. Когда же мы все это сделаем? Курочки. Черемуха зацвела. Смотрите, ребята, какая красота. Цветущая черемуха. Вообще же класс. Машка сейчас у нас кашлять начала. Из-за того, что черемуха цветет. Рябина наша распускается тоже. Белье висит. Илья идет. Ты что делаешь? Баню затопил? Баню затопил? Не надо, но затопил. Сейчас тетя Ниташа должна приехать в баню. Черемуха классница. Такой выходишь, да? Аромат сразу от черемухи, да? Вкусно. Пахнет. Что стоишь? Сразу раз отвернулся. Так ты попал все равно в кадр. Ты шел от бани до дома. И все равно. Ладно, ребят. Стоим на улице, отдыхаем. Дышим черемухой. У нас день, ребятки. Кушать мы сняли шторы с окон. Будем мыть окна. И там папа закапывает яму. Видите, в огороде. Вон там вот. Будем это... Там у нас соседи пашут, короче, трактором. И мы будем тоже пахать. Деньги я уже нашла. Слава богу, заняла. Есть люди добрые, которые дают. И поэтому будем пахать. Сколько примерно будут брать за огород? Еще не знаю. Ну, он так сказал, рублей 700 тысяч. Но он еще не видел весь наш огород. Так, чуть-чуть только видел. Зайдет, посмотрит. Потом уже сказал, точно скажет. Ну вот, ждем. Сейчас там у соседей спашут. И потом наш будет огород пахать. Да. Ваня кушает яичницу, да? Омлет, то есть, кушает. Да? Ты наелась? А что даже не доела-то? Да, да. Там папа копает. А мы будем мыть окно. Сегодня девочки вымоют его, да? Катя сразу. Что ты, мама, заставляет окно мыть, да? По-моему. Нынче, если нам деньги дадут, вот, которые по 10 тысяч на человека, мы хотели поменять окно в кухне у мальчиков. И вот эти вот здесь. Потому что, видите, вот сколько мы живем, мы его никак открыть не можем. Оно, видите, как загнуто весь подоконник. Красим, но без толку. Все, дети все туда краски, все слажут. Хорошо, сейчас окрошку будем делать. Ладно, вот такие вот, друзья, у нас новости. Мы ждем трактор пахать. Потом вам все покажу, все засниму. Дорогие друзья, Паша магород, а папа бегает по огороду, собирает картошку. Я в шортах вышла, поэтому я не буду. Ну вот. Короче, с нас взяли полторы тысячи за огород. Ну, мы рады. Сейчас пашем, постараемся там подольше, посильнее вспахать. Потом с пашем я вам все покажу, что и как нам вспахали. Ну, вот пока вот так вот. Пашем, пашем, пашем. В том году мы, правда, меньше заплатили. В том году мы тысячу заплатили. А нынче полторы. Папа картошку собирает. А нам вон там начали уже вспахивать. Сегодня дождик, такая погода еще. Очеремуха. Смотрите, ребята, какая черемуха красота. Сейчас веточку попробую подтянуть. Вы представляете, какой аромат? Ну, вот этот вот аромат тяжело для Маши. Потому что, когда все цветет, для нее очень тяжело. Она прям задыхается, так вообще красота, да, Владик, черемуха, смотри, какая красивая. А вот там вот тоже, кстати, зацвела черемуха, смотри, какая красота. Вся белая стоит. Еще красивая. Красота. По идее, тут папа пробежался по огороду. А, он хочет, чтобы потом вот так туда-сюда ездить. Специально там делает так. Папа пришел проверять, есть там или нет картошка. Доски мы отсюда убрали. Он папа сюда их положил. Сейчас пропашем, потом покажем. Я раздетая вышла. Мася, иди на место. Не бегай. Ладно. Паша Магарот. Все, дорогие друзья, вспахали нам огород. Отдала трактористу денежку. Чуть больше вспахали. Видите, мы бы дальше здесь вспахали. Но здесь где-то фундамент старого дома. В том году мы или позатом пробовали тракторист лопасти. Сломал, больше не пробуем. Вот, короче, получается. Вот это вот место мы больше увеличили, сделали. И вот так вот вспахали нам огород. Тут, конечно, края папа лопатой будет прокапывать. Но это нормально. Вот так вот порадуйтесь вместе с нами. Сейчас муж будет по огороду ходить, собирать картошку. Я пошла домой делать окружку. Ребятки очень ждут окружки. Видите, картошка. Вон картошка. Сейчас муж пройдет с по огороду, соберет. Мелкую на посадку тоже пойдет. Что-то меня и кота замучила. Ну вот в целом. Вот такие вот, ребята, у нас новости. Я довольна. Я прям очень довольна, что мы спахали. Мы переживали, что нам уже придется вручную его копать. Там, Владик, очень много по краю картошки. Сейчас папа пройдется. Он уже одно ведро набрал, еще вот собирает. Ладно, я пошла окрошку тогда делать. Сейчас Наташа уже в баню приедет. Ладно. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Не забывайте поставить пальчик вверх. Девчонки все чистят для окрошки. Льет, а папа под дождем ходит. А там льет прям ливень. Окно еще не помыли. У нас просто гости пришли, поэтому пока окно отложилось, потом девочки будут мыть. Садись, помогай. Стул двигай сюда, садись, помогай. А здесь я уже говорила, что я нашинковала огурчики на терке, а Света нарезала колбаску и лук зеленый. Вот так вот готовим вкусненькую окрошку. Кто любит окрошку, обязательно поставьте лайк. Даже если вы не любите, все равно нам поставьте лайк. Вот мы уже сделали окрошку. Полное ведро. И тут я еще делаю пончики сама. Все это сделала. Скоро покажу, что у меня будет. Вот я уже делаю пончики. Не смогла поставить штатив на твой телефон. Штатив так, что снимаю так. Если будет потряскивать, то из них не. И кладу его на дощечку. Тут нафиг стоит. Понавидится тоже. Вообще прям трудно. Так что сейчас я слышу вспышку. Рецепт я покажу в следующем видео. Сегодня просто гости были. Я не смогла снять. Так что в следующем видео, если вам понравится, хотя и так понравится, то я сниму, как это приготовить. Все, тестирую. Это вообще сложно. Скажу, расскажу все, сколько. Да как. Сейчас сделаю вам и покажу, сколько получилось на первой партии. Так, вот у меня получилось 10 штук. И сейчас мы их отпустим в кипятящее масло. Вот так вот, да. Вот уже масло кипятится в кастрюле. Уже слышно, как это кипятится, прям уже очень слышно. Сейчас я закрою, чтобы если что не плескалось, чтобы масло, и закрою. Ну вот так вот. Сейчас оно на кипятится немножко. И будем уже бросать туда наши пончики. Вот я уже закинула. Теперь смотри и ждем, пока с другой стороны появится золотистая корочка. У меня кастрюлька маленькая, и тут только 4 пончика влезло. Вот так вот. На фоне, ой, на камере оно все беленько, а так он все желуденько. Это уже вот такой вот. Покажу, когда уже все сделается. Когда первая партия будет готова. И расскажу, что надо будет делать дальше. Я раскатываю тесто уже. Обязательно все с сыпкой мукой. Мне пришлось убрать одну лепешку, потому что они разбухли сильно. Но я просто не думала, что они прям так разбухнут. Сейчас вам покажу ту булочку, пухлечку. Вот она тут лежит. Горячая очень. Тут вот эти все остальные. Сейчас сделаю эту тапартию, и я вам покажу. И вот эти тапартию, и я вам покажу. И я вам покажу. Ну, я вам покажу. Продолжение следует... Это очень сложно вообще. Вот такие вот получаются. Партия-то уже почти готова. Вот такие вот получаются. Я делаю крышкой из-под сахара, из-под баночки. Та тетенька делала так же. И у нас, получается, размер будет одинаковый, но это не точно. Потому что все у нас разное было, кроме этого. Так вот. Так, складываем. Тут там булочка, которая... Сейчас я вам покажу, которая уже почти сделалась. Вот такие вот у меня получаются. Так, сейчас я вам найду лопатку и вам покажу другую сторону. Они прям так набухли и стали очень-оченькие вот такие вот. Ну, скоро мы будем делать начинку. Вот уже почти... И последняя партия. Ну, почти. Вот. Сколько тут уже. Я их, получается, вот только брошу. Они уже сдуваются. И уже все вот такие вот... Пухленькие. Все уже... Пригорелые. Так что тут на один пончик. Примерно две минуты хватит, чтобы его сделать. Но тесто это за морочек вообще. Особенно раскатывать. Раскатывать у меня это плохо получается. Я прошу маму рассказать на него. Обязательно все масло убираем. Потом мне надо будет все эти пирожки обтереть, получается, этим полотенцем. Вот так вот. Сейчас буду закидывать еще. Вот я только что забросил обутряду вот. Вот они уже прям взбухают вот так вот. И уже вот поэтому вот видно то, что он уже пригорелый. Уже варится по-хорошему. Вот видите. Просто за пару секунд вот это вот все уже... Такое вот золотистое. Так. Покажу вам, когда сделаю уже все пончики. Потом вам покажу, что я буду с ними делать дальше. Вообще я очень люблю готовить. И последнее время я стала и торты, и всякие пончики делать. Там маленькие играют. Стало много что делать. Мы как-то я-плятки. И спрятки играют, да. И мне это очень нравится. И вот я решила, пора ко мне есть. Возможно, это делать я стану кондитером. Вот я уже сделаю целый тазик. Сейчас будем делать начинку внутри. Нам понадобится чистый скриз. Я его только что взяла. У той тетеньки было, это, сливки с шоколадом. У меня сливок нету, и шоколада тоже нету. Я решила сделать с саркшинкой. Теперь сейчас подрявим. И вливаем. Сейчас я варю и покажу вам всё. Мне пришлось вот эту вот булочку. Там начинка есть, но её мало, потому что она сплющена. Ну, вот видите, видите. Вот, мне придётся делать девочку ножика. Потому что у той тётеньки был мешочек с длинной насадкой. И вот она прям насадку эту в булочку встыкивала. Я буду делать вот так вот. Мама заказала уже этот мешочек уже давно, но ждём, пока придёт. Я вливаю прям весь шоколад, чтобы было повкуснее. Сейчас сделаю всё и вам покажу.